любая цифра несет определенный смысл мы вообще не просто так встречаемся души договариваются еще до воплощения для каких целей они на земле встретятся карма учит легче относиться ко всему как к опыту и с благодарностью что гадалка что таролог что нумеролог что астролог дают предполагаемые варианты развития событий но выбирает всегда человек хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях но боишься задать глупый вопрос мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя они расскажут как все есть на самом деле ты смотришь 10 глупых вопросов меня зовут светлана кузнецова я нумеролог лучше 12 ну потому что в сумме это дает тройку а тройка это любовь это начало чего-то нового это очень хорошее число нумерология это учение о влиянии цифр на характер человека и на события в его жизни то есть любая цифра несет как определенный смысл а нумеролог знает как интерпретировать каждую цифру как рассмотреть сочетание цифр владеет методиками анализа кармических задач человека даже можно посчитать какой год жизни у человека будет проходить под какими вибрациями то есть низкие вибрации высокие вибрации если год высоких вибраций это максим масса возможностей у человека ему нужно пробовать что-то ему нужно двигаться вперед благоприятно менять работу и так далее то есть вселенная как бы дает максимум возможностей человеку в год высоких вибраций и соответственно он должен и ими воспользоваться если же год низких вибраций это как правило отток энергии нужно стараться в эти годы не предпринимать серьезных решений заниматься здоровьем самообразованием каким-то обучением и так далее так цифры это вибрации а вибрации были всегда вселенная вибрирует бесконечно независимо от того существуют цифры или нет нумерология это не гадание это основной миф который мне хочется развеять это не гадание нумерология это просто сухие цифры сухие факты которые несет дата рождения и рассчитанные с помощью этой даты дополнительные числа и коды я не могу предсказать будущее я могу посмотреть именно какие годы вибрации предстоят человеку и дать определенные рекомендации вообще нумерология это это помощь человеку для того чтобы разобраться с собой потому что каждый сейчас вообще тренд в мире когда человек старается разобраться в себе фокус на себя ну вот нынешнее поколение не пытается переделать друг друга под какой-то определенный шаблон каждый пытается разобраться в себе и кто-то идет за этой помощью психологу кто-то к астрологу кто-то к нумерологу но все это это учение о человеке для того чтобы лучше понять себя найти свое предназначение найти свой путь есть система пифагора в основном система пифагора показывает нам психоматрицу человека то есть какими чертами характера с какими способностями человек пришел в этот мир как эту матрицу сделать более гармоничный то есть мы можем дать рекомендации то есть как ее сбалансировать чем заниматься допустим у человека по матрице мало энергии а он например кардионагрузки какие-то на себя берет это нехорошо наоборот нужно учиться накапливать энергию есть система методика кармической нумерологии здесь как раз мы смотрим с какими задачами с какими кармическими задачами человек пришел в это воплощение есть еще нумерология арканов это когда каркану таро привязывается архетип человека это я только планирую изучать я в основном вот погружена в кармическую нумерологию и в систему пифагора да запросов много и основная тема конечно понять себя то есть человек обращается к нумерологу когда он не двигаться дальше и у него сомнения в том что он на своем пути и хочет понять вообще праве в правильном ли направлении я иду вот на нелюбимой работе сижу что-то вот не складывается что-то я пробую мне никак не получается и вот здесь нужно помочь человеку по цифрам понять вообще твое это или не твое может у тебя там какие-то мастерские цифры ты должен в медицине блеснуть или в чем-то еще и вот нумерология это подсказывает это первый запрос второй запрос это совместимость конечно же самый популярный запрос это у меня девочка одна она каждого своего кандидата в кавалеры присылает дату и говорит а вот здесь посмотри а вот тут что и третий запрос это разборы детей маленьких детей часто разбирают для того чтобы понять вообще какие у человека способности потому что ну как родители хотят исполнить с помощью своего ребенка свою детскую мечту вот и чтобы этого избежать нужно все-таки посмотреть какие кармические задачи у их чадо и соответственно не испортить ребенку жизнь это очень хорошие консультации мне очень нравится это делать у у каждого человека всегда есть выбор что гадалка что таролог что нумеролог что астролог дают предполагаемые варианты развития событий но выбирает всегда человек даже например в кармических задачах каждая цифра вибрирует как в плюс так и в минус и проявляется она в человеке как в плюс так и в минус например у человека отработка но например любви да ему нужно научиться полюбить себя и только потом из состояния изобилия любви начать отдавать любовь в этот мир а многие засты пытаются заслужить любовь не наполняя любовью себя это минус это минусовое проявление это жертвенность это погружение в цели другого человека для того чтобы заслужить любовь это неправильно это минусовое проявление цифра но вредит человек нужно понять как экологично использовать вибрации того или иного числа даже если два ребенка родились в один день правильно мне задавали как-то в инстаграме такой вопрос и что вот мы в роддоме все дети рождены в один день у нас у всех одинаковая судьба конечно нет все от человека зависит как он будет отрабатывать свои кармические задачи либо в плюс либо в минус и если первая кармическая задача на какую-то определенную тему была отработана не совсем правильно он пойдет по одной событийные ветки другой человек пойдет по другой событийные ветки вообще карма включается в 13 лет не зря это называют переходным возрастом когда там ребенка колбасить начинает уже включаются его кармические задачи в этом возрасте а пока он маленький он отрабатывает родовую карму то есть он как бы своими состояниями своим поведением своими даже болезнями он показывает родителям что они неправильно живут что что-то у них не так обратите внимание вот я болею у меня аллергия это значит что вы друг друга ограничиваете ли мама очень ограничена или в созависимых отношениях то есть она в клетке ну то есть такие моменты либо например когда у ребенка косоглазие это тоже очень важный сигнал о том что родители очень много ругаются например у них очень много конфликтов и ребенок не хочет видеть мир вокруг себя а вот в тринадцать лет у него включается собственная карма и начинаются уроки которые каждый человек должен пройти но вообще душа это она воплощается в человек или в животного потом бывает такое карма это причинно-следственные связи и я люблю называть карму очень добрым и заботливым учителя каждый опыт это урок и его нужно принимать с благодарностью нас карма учит принимать любое событие в жизни с благодарностью как урок потому что важно понимать что люди воплощаясь в этот мир они договариваются об этих ролях и договариваются об этих уроках и даже если человек тебя предал поблагодаря его за урок отпусти сделай выводы и доверься дальнейшему своему пути вот так работает карма поэтому она не злая она не наказывает она всегда учит здесь важно смотреть дату мужа дату жены и подбирать для них обоих благоприятную дату здесь очень важно смотреть какие числа у него у нее и чтобы благоприятное число для свадьбы совпало для них обоих то есть например одна дата для него будет если например для мужа одна и та же дата будет нести какие-то конфликты и раздоры а для нее это будет супер любовь то здесь нужно смотреть обязательно в паре здесь просто так сходу не посчитаешь нужно это это уже тема совместимости это знак того что вы все время в себе сомневаетесь и нужно двигаться вперед не останавливаться иначе болото стабильности вас засосет и доведете себя до депрессии восьмерки очень хорошие цифры они несут везение удачу пятерки тоже крутые цифры это про свободу и про ментальные как бы способности ментально влиять на людей но я считаю самыми благополучными хорошими цифрами это 36 и 8 и всегда рекомендую тем кто оказывает услуги устанавливать цену за свои услуги чтобы сумма цифр сводилась именно 36 и 8 например там 3 500 до это 3 плюс 5 равно 8 вот если вы установите стоимость своих своих услуг именно так то вы будете и притягивать деньги к себе и эта сумма будет как бы нести финансовую удачу тому кто эти деньги вам оплачивает есть семь законов мироздания которые каждый человек должен соблюдать но это закон свободы выбора и воли закон притяжения закон обмена энергии и так далее но они в на просторах интернета везде есть самый интересный закон это дал равно взял это умение принимать благодарность и благодарить когда например человек хочет вас отблагодарить за что-то а вы не принимаете эту благодарность приведу пример на допустим вы помогли человеку а вам до предлагают тысячу рублей за это ну проще всего на деньгах объяснить а вы говорите ой не надо ой не стоит таким образом вы перекрываете денежный поток о себе и этому человеку во первых когда человек хочет вас отблагодарить он считает что он вам должен и он считает что он должен вам тысячу а вы не принимаете тысячу таким образом вы оставляете человека в долгу и в какой-то другой ситуации он пойти понесет убытки больше чем это тысяча то есть таким образом вы навредили этому человеку а когда вы отказываетесь от этой благодарности что вы делаете в свой адрес вы говорите ой не надо ой не стоит вы во вселенной посылаете сигнал о том что вам деньги не нужны вы обесцениваете свой труд и вы перестанете просто получать какие-то доходы вы перестанете зарабатывать поэтому очень важно соблюдать этот закон себя не обесценивать и людей не оставлять в долгу мой самый главный скептик это мой сын когда я увлеклась нумерологии он говорит мама не грузи меня вот этими всеми цифрами я все равно в это не верю занимаешься занимайся ну и однажды он попросил в веселом настроении сделать разбор его другу и посмотреть их совместимость как они вообще контактируют друг с другом в есть у них взаимопонимание там или нет и вообще не разрушится ли их дружба через там полгода я сделал разбор я записываю все это дело во первых его друг просто в шоке он так не бывает это невозможно она говорит некоторые вещи моими фразами я не верю какие-то рекомендации я ему даю там говорю тебе нужно заземляться тебе нужно каких-то вот животных домашних или домашние какие-то цветочки чтобы за ними ухаживать он говорит я только недавно муравьиную ферму себе купил то есть он у него еще интуиция очень сильно развитый он интуитивно как бы работает над собой потом я ему говорю ты слишком шустрый тебе нужно обязательно замедляться найди себе какой-то хобби для того чтобы вот прям сел и не встанешь пока не сделаешь потому что ему нужно научиться замедлению он говорит ой а я себе картину по номерам купил это очень но я им говорю картину по номерам там для девочек или там что-то другое для мальчиков он говорит а если картину по номерам купил но это для девочек наверно не надо я говорю надо надо нормально просто я постеснялась это сказать и сын тоже мне потом говорит ну если бы я не знал его я бы не поверил но так как ты бьешь каждый раз в точку я горит в шоке сделай мне тоже разбор полный вот так я своего скептика сына переубедила в том что цифры не врут они реально не врут три цифры нет я могу поделиться лайфхаком как рассчитать свой денежный пин-код то есть какие цифры должны быть паролем на ваш там например банковское приложение или в качестве пин-кода или вообще просто эти волшебные четыре циферки напишите себе на бумажку или в кошелек и они будут притягивать к вам деньги первое вы смотрите записывайте свою дату рождения и день рождения это будет первое число то есть если например у вас однозначное число там 9 это девятка если 22 то это четверка мы их складываем второе это месяц рождения если однозначное то он и есть если двузначное то складываем третье это число года рождения мы также складываем числа в годе рождения сводим его к однозначному складываем складываем получаем однозначно у вас получилось три цифры эти три цифры снова складываем получаем четвертую вот это ваш денежный пин-код используйте его для того чтобы привлекать деньги в свою жизнь и кстати из этого денежного пин-кода можно узнать откуда вам лучше всего будут деньги приходить очень много школ эзотерических важно найти для себя подходящего преподавателя тот кто нравится по энергетике по подаче материала вот к тому и надо идти я училась у арзук по методике арзука барухиной она очень много лет этим занимается она исследовала эту тему очень долго и вот у нее собственная методика методика по кармической нумерологии а сейчас вот уже я обучаюсь школе нумерологии нумерорум там уже мы сильнее углубляемся в эзотерику ну естественно повышаем уровень к своей квалификации чисто вот как нумеролога в заработке у нумеролога нет потолка все зависит от стоимости которую ты установишь и от того насколько ты востребован а так но я не знаю у меня например вот с ноября я повышаю цену то что я заканчиваю курс очередной у меня будет цена три с половиной тысячи за консультацию а там уж сколько клиентов я проконсультирую все крутые именитые нумерологи и 15 и 30 тысяч берут за консультацию поэтому здесь нет потолка карьерный рост это конечно преподавание потому что чаще всего нумеролог его миссия это помогать людям передавая знания то есть на данный момент я просто консультирующий нумеролог я передаю свои знания в виде консультации но естественно мне очень захочется в будущем передать свои знания тем кто хочет также консультировать как я поэтому конечно большинство нумерологов потом идут в преподавание мне очень нравится восторженные отзывы моих клиентов когда ты попадаешь в точку это невероятное счастье недавно я делала разбор женщине сначала ей потом ее мужу потом ей 3 у нее три дочери я каждый из дочерей сделала разбор и вот последний разбор я и скидываю она говорит как здорово слышать вас го ваш голос и мне очень хочется вас обнять вот это мне кажется самое приятное в профессии когда человек действительно благодарен многие говорят спасибо ты дала волшебный пинок я пошла дальше развиваться меня пока ничего не бесит но у меня опыта не так много но меня веселит то что люди считают нумерологию гадания меня веселит когда заказывают разбор для того чтобы проверить уровень моей квалификации и уличить меня в том что я где-то здесь не права но чаще всего вот чтобы в чем-то уличить заказывают консультацию люди у которых отработка гордыни потому что гордыня не позволяет принять ту информацию которая бьет в самую точку но я считаю что даже таких людей то что они заказывают консультации это очень круто потому что сейчас человек не принял эту информацию из-за гордыни за своей но я высылаю разбор в виде аудио сообщения и естественно он будет слушать это сообщение не раз и какое-то зернышко сегодня упадет в благодатную почву а какое-то завтра и придет понимание что все-таки я была права а еще меня бесит то что все время хочется еще больше знать и хочется учиться учиться еще раз учиться я уже присмотрел себе следующий курс и вот это бесконечно начинающим нумерологом я посоветую одно начинайте консультировать прям с первых дней обучения пусть там за три копейки как только вы поняли значение каждой цифры начинайте считать всех подряд родителей друзей подруг и так далее потому что важно наработать опыт и не терять время многие кто учится считают что вот когда я закончу курс тогда я начну консультировать но ты теряешь столько времени и вроде как ты теорию всю выучил ты молодец ты все знаешь а рассказать это человеку очень сложно и вот когда ты начинаешь совсем с мизерной консультации когда расскажешь а у тебя вот это надо вот это и вот это а потом ты узнаешь сочетание цифры говоришь а тебе еще вот это и вот так и ты вот еще вот такой человек и вот к окончании обучения ты уже нормальный специалист который может установить правильную цену и знает цену своей консультации а когда у тебя нет опыта ты просто учился ты не понимаешь вообще кто ты и надо обязательно консультировать с первых дней ну как я собственно и сделала всегда есть выбор но и 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